Сегодня в администрации города члены комиссии по предупреждению чрезвычайных и пожароопасных ситуаций обсудили итоги зимнего периода. Только за январь в Ростовской области зафиксировано 241 возгорания, более 30 случаев из которых со смертельным исходом. Впереди весна и лето, по статистике самые пожароопасные времена года. О том, как чиновники планируют предотвращать рост печальной статистики, материал Анастасии Дубас. Неосторожное обращение с огнем. Банально и глупо, но именно по этой причине в большинстве случаев и происходят пожары. Десятки погубленных жизней и миллионы рублей материального ущерба. По статистике, самый большой процент возгораний в Ростовской области зафиксирован в жилых секторах, то есть там, где в максимальной степени господствует человеческий фактор. Однако, как рассказал начальник управления ГО и ЧС города Евгений Анферов, по сравнению с показателями 2012 года, количество пожаров в Ростовской области идет на спад. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года, в целом в области наблюдается снижение количества пожаров на 19,4%, погибших на 6,1%, количество травмированных людей на пожарах на 25%, материальный ущерб на 55,3%. Однако, о Волгодонске этого не скажешь. Наступивший год ознаменовался стопроцентным ростом пожаров и гибели людей. По-прежнему эпицентрами остаются садоводческие хозяйства. Во избежании роста смертности и потери контроля над огнем, главный МЧС не города напомнил руководителям структурных подразделений об административной ответственности за отсутствие средств борьбы с огнем и несоблюдение мер пожарной безопасности в организациях и предприятиях. И выслушал их отчеты о работе в этом направлении. Значит, выполняются следующие мероприятия. Постоянно проводятся сейчас, в настоящее время, проверки противопожарного состояния всех производственных складских и вспомогательных зданий, помещений, объектов с массовым пребыванием людей, в том числе на наличии и состоянии путей эвакуации. Принимаются незамедлительные меры по содержанию в свободном состоянии пути эвакуации, в жилых домах, обеспечению доступа к противопожарным шкафам, пожарным кранам, пожарным лестницам. Среди мер пожарной безопасности на предстоящие весну и лето участники комиссии утвердили следующий план работы. Организовать обучение по программе пожарно-технического минимума руководителей управляющих компаний и ТСЖ. Провести обход подвальных и чердачных помещений многоквартирных домов. Организовать распространение среди населения города памяток о мерах безопасности при обращении с огнем, а также очистить подведомственные территории от мусора. Анастасия Дубас, Иван Иванков, Новости ВТВ.